Здравствуйте! В эфире программа «Поговорите с доктором». Меня зовут Нина Данцева. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 200, ровно 2515. Мы ждем ваших звонков с радостью на всех. Эти звонки ответим. Сегодня у нас очень интересная гостья Татьяна Николаевна Коваленко. Это заместитель начальника управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Ростовской области. Также Татьяна Николаевна является заместителем председателя комиссии по отбору и направлению пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь. Коваленко Татьяна Николаевна в 1998 году окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности педиатрия. В 2003 году прошла первичную специализацию по организации здравоохранения в городе Москве. С 2007 года работает в Министерстве здравоохранения Ростовской области. Сначала главным терапевтом, а с 2012 года заместителем начальника управления лечебной помощи, начальником отдела оказания лечебной помощи взрослому населению. Является заместителем председателя комиссии по отбору и направлению пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь. Еще пять лет назад тем, кто нуждался в высокотехнологичной медпомощи, приходилось месяцами ждать федеральных квот. В 2010 году такую помощь предоставили только два областных учреждения. Сегодня 15. Число видов помощи увеличилось с 5 до 13. Областная клиническая больница начала делать трансплантацию донорских органов. Сегодня число пациентов, получающих высокотехнологичную медпомощь, увеличилось в два раза с 8 до 16 тысяч в год. Обращаясь к врачу, проходит ряд обследований. Врач выставляет диагноз. Может быть и чаще всего прибегает к помощи врачей-специалистов узконаправленных. И соответственно, вот там, в амбулаторно-поликлиническом звене, он получает направление. Направление для отбора пациентов, определения сроков, определения объемов и вида вот той самой высокотехнологичной медицинской помощи. С этим направлением он поступает, если это первый раздел, то, что в программе ОМС у нас прописано, в базовой программе, непосредственно его подготовленные документы в лечебное учреждение, которое оказывает данный вид помощи. И комиссия лечебного учреждения принимает решение о госпитализации, ее сроках и объемах выполнения того или иного вида помощи. Если это федеральная составляющая, то, соответственно, направление идет через комиссию Министерства здравоохранения, опять-таки вот по тому самому направлению. И документы пациента размещаются в единой системе мониторинга ВМП, которая установлена во всех субъектах и является единой для России в целом. То есть все федеральные учреждения видят каждого пациента из каждого субъекта, документы которого к ним поступают. Долго ли пациенту ждать в среднем приходится? Оговорено в нормативно-правовых документах сроки ожидания от момента получения пациентом направления, подготовленной выписки и всех необходимых дополнительных исследований, срок ожидания рассмотрения на комиссии 10 дней. Срок ожидания решения федерального центра либо государственного учреждения на территории субъекта составляет порядка 30 дней. Необходимо сразу сказать, что вот такие сроки, они имеют значение для плановой медицинской помощи вообще и для высокотехнологичной в частности. Конечно же, есть экстренные случаи, есть неотложные случаи, когда уже нет никаких сроков и, скажем так, пациента при показаниях берут с колес. На примере нашей области можно сказать, что вот такая высокотехнологичная помощь, и она наращивается год от года, оказывается на базе областной клинической больницы в региональном сосудистом центре. Это высокотехнологичная помощь с применением стентирования коронарных сосудов. Она оказывается вне сроков, о которых я сказала ранее, и оказывается вот в том самом экстренном режиме с колес. Вот немедленно, нужно сейчас. У пациента случилась коронарная катастрофа, у пациента развивается та патология, которая может, скажем так, повлиять на его выживаемость, и мы идем на применение хирургических методов лечения пациента с коронарной патологией, и устанавливаются стенды вне зависимости от сроков, то есть тогда, когда ему это надо, сейчас, в данный момент времени. Спасибо, доктор. У нас звонок, в студии мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Татьяна Николаевна, у меня вот такой вопрос. Живя в поселке Глубоком, Ростовской области, можно ли по полюсу у вас в Ростове сделать МРТ, УЗИ почек и УЗИ сердца? Спасибо за вопрос, Татьяна Николаевна. Спасибо большое за вопрос. Магнитно-резонансная томография, УЗИ сердца и все остальные виды параклинических исследований не относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Медицина на территории Российской Федерации и вообще в мире не носит заявительного характера. Если у вас есть направление и ваш лечащий врач считает, что вам необходимо данное исследование, то, конечно же, его можно выполнить в одном из областных учреждений города Ростова-на-Дону по направлению лечащего врача. Это может быть и областной клиникодиагностический центр и через прием врача-специалиста областной клинической больницы, либо номер 2, либо номер 1. То есть необходимо просто записаться на прием, приехать? Необходимо иметь на руках направление с места жительства, с четко прописанными исследованиями, на что направляют. Не просто взять, приехать в лечебное учреждение и сказать «я хочу». Что-то мне нехорошо. Да. Должно быть обоснование. То есть врач, который будет выполнять это исследование, он должен понимать, для чего оно выполняется и показано ли оно этому пациенту. В принципе, очереди никакой глобальной не должно быть в этом случае. Очереди, очередность, не очереди, а очередность, она прописана в программе территориальных гарантий. Все виды диагностических исследований, опять-таки, если нет противопоказаний для получения в другом режиме, оказываются на территории Ростовской области в течение 30 дней от момента выдачи направления. Спасибо. Вопрос по оказанию как раз-таки снова высокотехнологичной медицинской помощи. Буквально несколько лет назад, около пяти лет назад, например, для того, чтобы провести операцию по трансплантации почки, необходимо было обращаться в медучреждение Москвы или Петербурга. Сейчас это делают у нас, в Ростове, в Ростовской области. Да, на самом деле, такой вид помощи начала оказывать наша областная клиническая больница. Получила все разрешающие документы для оказания данного вида помощи. Все специалисты прошли обучение. Больница располагает необходимым оборудованием для выполнения данного вида помощи. Но, говоря о трансплантации, вопрос очень сложный. Почему? Потому что существует два вида трансплантации. Это донорская, родственная и трансплантация трупных органов. Сейчас мы, конечно же, ведем речь о донорской трансплантации, родственной. Ее выполнить возможно сейчас, уже сейчас, на территории Ростовской области. Банк данных по трупной трансплантации, он все равно сосредоточен на федеральных центрах. И вот в этом году мы направили 16 пациентов для осуществления пересадки, как раз-таки, в федеральный центр. Это центр, да, имени Шумакова в городе Москве. Спасибо. У нас еще один звоночек. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Татьяна Николаевна, у меня такой вопрос. У меня после операции сделали операцию, и восстановилась грыжа. Так, говорите. В чем ваш вопрос? Ну вот, я сама с Советского района. Я сама нахожусь в Советском районе. И обратилась к нашему хирургу, он говорит, что у нас такие операции не делают. Она мне очень мешает, дюжа большая. А денег у меня на такие операции нету, в Ростов, если обращаться. Спасибо за вопрос. Наша телезрительница, в общем, хочет знать, наверное, как ей быть, да. Она прошла операцию на сердце, и у нее образовалась... Нет, я так думаю, что там была операция не на сердце. Грыжа, скорее всего, была после проведения одного из видов абдоминального вмешательства. Но вот это то заблуждение, с которым мы встречаемся очень часто. Ну, знаете, говорить можно все, что угодно, но, наверное, нужно один раз попробовать для того, чтобы понять, что это на самом деле не так. Полис обязательного медицинского страхования, он един и на территории Советского сельского района, и на территории всей области, и на территории всей Российской Федерации. Поэтому все виды помощи, которые определены программой территориальных гарантий, а грыжа сечения в данном случае входит в необходимый перечень тех манипуляций, которые оказываются по полюсу ОМС, и за которые платить не надо, может быть выполнен в том учреждении, которое располагает проученными специалистами и необходимыми материальными средствами для осуществления данной... ...материальным составляющим для осуществления данного вида помощи. Поэтому в данном случае пациентке необходимо обратиться к врачу, если нет контакта, вот как я понимаю, нет контакта с врачом. На территории Советского района, так же, как и везде в муниципальном здравоохранении, есть заместитель главного врача, отвечающий за работу своих специалистов как раз-таки по направлениям. То есть в большинстве случаев, и вот в Советском районе это как раз-таки так, это специалист, который возглавляет врачебную комиссию. Заручиться его поддержкой, получить направление в одну из областных клинических больниц, прибыть на консультацию к врачу-хирургу и выполнить данную операцию. В данном случае, если пациент не имеет льготы на бесплатный проезд в междугородском транспорте, за это он, конечно, заплатит. За автобус, за то, что он доедет до Ростова, везти никто не будет. А сама операция нахождения в стационаре будет выполнена по полюсу ОМС. Спасибо, доктор. У нас еще один звоночек, мы слушаем вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, у меня такой вопрос. Я хочу вернуться, был вопрос о предоставлении услуги МРТ, можно пройти. Я звоню из Азова, в прошлом году я целый год простояла в очереди на МРТ позвоночника, и так и не получила эту услугу, потому что сказали, предоставляется очень мало, ну, не знаю, мест это назвать, или как там, очередности. И в конце концов сказали, что вообще невозможно, сейчас только можно через направление к невропатологу в Ростове, а потом уже он решает, нужно это исследование или нет. Спасибо за вопрос. МРТ является одним из... Магнитно-резонансная компьютерная томография является не высокотехнологичной медицинской помощью, является методом диагностики. Высокотехнологичная медицинская помощь, она выполняется как раз-таки на основании заключений. Уже в финале. В частности, магнитно-резонансной томографии. В конкретном случае, в Азовском районе, если вот такое имеется, и, конечно же, есть перекосы, могут быть какие-то долгие ожидания. Но первый, кто бы там должен узнать, тот врач, который направляет пациента. И если врач не предпринимает никаких действий, то, соответственно, есть вышестоящее руководство, отвечающее в районе за оказание первичной медико-санитарной помощи. Поэтому, если пациентка так долго ожидала, вот тот путь, о котором она говорит сейчас, ей необходимо было пройти как раз-таки в первый момент. То есть направление идёт к неврологу в областной клинико-диагностический центр. Непосредственный осмотр невролога уже в самом клинико-диагностическом центре. И поверьте, из десяти направленных на магнитно-резонансную томографию, нужно понимать, она не лечит. Магнитно-резонансная томография позволяет врачу-нейрохирургу определиться с объёмом и путём проведения операции. Только и всего. И из десяти направленных, вот просто так, на магнитно-резонансную томографию, девяти она не показана. И выполнять её нет никакой необходимости. И возможно, вот как раз-таки на приёме у невролога, который является специалистом более высокой квалификации, и это нормально, что в областном учреждении работают специалисты, как раз-таки направленные на данный вид помощи, выполняется не магнитно-резонансная томография, а компьютерная томография, либо какое-то другое исследование, которое позволяет выбрать методику и пути лечения пациента, в частности, консервативные, не обязательно с применением каких-то оперативных методик. То есть можно, в общем, не доводить до операции, что называется. Спасибо, Татьяна Николаевна. У нас ещё один звонок, мы вас слушаем. Говорите, вы в эфире. Нет, к сожалению, прервался звонок, но мы можем озвучить другой вопрос. К нам обратился телезритель со следующим вопросом. Значит, пациент, 52 года, в 1991 году он перенёс операцию по пересадке клапана, ему заменили клапан на механический. Сейчас решили установить двухкамерный кардиостимулятор с последующим прижиганием. Обещали плановую операцию, но пока точной информации ему не дают, когда эту операцию могут проводить, и обещают её дать в конце ноября, после 20 ноября. При этом пациента волнует то, что прижигание это должно быть платным. Так ли это? И, в общем, придётся ли ему что-то дополнительно оплачивать для того, чтобы пройти эту операцию? Ну, говоря вот конкретно о том, что вы озвучили, тут, конечно же, пациент имеет патологию серьёзную сердечно-сосудистой системы. С учётом того, что 52-24, скажем так, в очень молодом возрасте была перенесена операция по поводу замены клапана, скорее всего, мы имеем дело либо со сложным приобретённым пороком сердца, либо с врождённым пороком, который и был как раз-таки устранён в 1991 году. А сейчас речь идёт о другой патологии, о патологии, проводящей системы сердца и нарушениях ритма. Вот тогда имплантируются кардиостимуляторы. Они есть разнообразные, есть однокамерные, есть двухкамерные. Кардиостимуляторы входят в высокотехнологичную медицинскую помощь по полюсу ОМС. А то, что вот в простонародье таким обычным языком называется прижигание, на непонятном птичьем называется РЧА – радиочастотная абляция. Данные два метода медицинской помощи высокотехнологичные могут быть оказаны пациентам в Ростовской области, в областной клинической больнице. И в одном из федеральных учреждений – это ИОМС – Южноокружной медицинский центр. И в одном и в другом учреждении выполняют радиочастотную абляцию. Имплантация кардиостимуляторов сейчас проводится в большом количестве учреждений на территории Ростовской области. По поводу того, просят официально, просят неофициально деньги, ну, не хочу и не буду это комментировать. Скажу так, как оно должно быть. Это тот вид помощи, который пациент может и должен получить бесплатно для него. И его не должно интересовать. Это федеральный бюджет, это полис ОМС. Но получить он данный вид помощи должен бесплатно. Спасибо, доктор. У нас звонок в студии. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. У меня такой вопрос. Ребенку 11 лет. Вот. У него, значит, остеохондропатия – это забедренного сустава. Болезнь персона, по-моему, так называется. Ему, значит, на костылях сказали, ходить надо, чтобы ножку не вредить. И вот у меня такой вопрос. Возможно ли в таком возрасте замена сустава? То есть у него разрушается вам, как вы сказали? И что вообще нас ожидает? Спасибо за ваш вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Юный возраст пациента. Это 11 лет и очень, я бы сказала так, интимная беседа для прямого эфира, для широкой публики. Я прошу вас позвонить в понедельник по телефону Министерства здравоохранения. Они все указаны на сайте Минздрава. Но для того, чтобы не искать где-то 242-42-24, это как раз-таки тот отдел, который занимается оказанием высокотехнологичной помощи детскому населению. Вас сориентируют, когда приехать на консультацию именно с документами ребёнка. И подскажут, если есть хоть малейшая возможность направления ребёнка по ВМП и есть показания, мы, конечно же, это осуществим. Ещё раз, 242-42-24. 242-42-24. 42-24. Спасибо, доктор. Юный возраст. Часто ли приходится проводить подобные операции, сложные, высокотехнологичные? У практически детей, скажем, да? 11 лет это ребёнок? Да, детей много. Мы направляем на высокотехнологичную медицинскую помощь. Очень большой раздел детской онкогематологии, к сожалению. Очень большой раздел детской хирургии. И востребованный сейчас раздел в связи с тем, что идёт выхаживание очень маловесных деток. Это раздел нейонатологии высокотехнологичной. То есть того детского возраста, который равен периоду от рождения до месяца развития ребёнка. Таких малышей? Таких малышей выхаживают, таким малышам осуществляют разнообразные виды вмешательств и с очень неплохими результатами. С очень неплохой адаптацией к последующей взрослой жизни и комфортной жизни во взрослом периоде. Вот основное, что преследуем при оказании помощи как раз-таки в таком возрасте. В прошлом году было направлено всего на высокотехнологичную помощь, и получили её порядка 18 тысяч человек. Из них смело можно сказать, что около, наверное, 4,5 тысяч – это дети от нуля до 18 лет. Причём очень много видов медицинской помощи по разделу педиатрия и по разным профилям детским оказываются на территории Ростовской области, в областной детской больнице, в Институте акушерства и педиатрии, в перинатальном центре. То есть можно у нас даже, ребёнок не уезжает из дома, что это очень важно для пациента. И, в общем-то, Москва, Санкт-Петербург, учреждения федерального подчинения, никому из наших детей ещё ни разу не отказали. Это очень радует. Спасибо, доктор. У нас ещё один звонок, мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Меня зовут Алексей, я беспокою вас из города Таганрога. У меня вопрос к Татьяне Николаевне. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Алексей. Вы знакомы с Алексеем? Да. Это хорошо. Татьяна Николаевна, у меня вопрос простой. Скажите, как пагубно или же наоборот с большой пользой влияют пробежки на свежем воздухе, но в раннее утреннее время? Порядка, ну, у шести полшестого утра. Насколько это полезно? Или же всё-таки организм ещё не проснулся и нужно сместить график занятия физической культурой? Вы знаете, Алексей, это... Спасибо, Алексей, за звонок, Татьяна Николаевна. Ну, спортсмен у вас какой-то... Это, наверное, всё-таки не... Высокотехнологичный вопрос. Высокотехнологичный вопрос, а не высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, это то, к чему в конечном итоге она должна привести. То есть человек должен встать в строй, он должен быть реабилитирован. После операции или до? После операции. То есть как раз-таки вот предполагается занятие физической культурой и спортом, и если человек осуществлял какие-то нагрузки спортивные до осуществления операции, особенно это касается тех лиц, которым выполнено эндопротезирование тазобедренных или коленных суставов, то, конечно же, это нужно продолжать. Если говорить о нормированной физической нагрузке в утренние часы или в те часы, когда это удобно пациенту, то, возможно, мы не придём к тому моменту, что нам необходима будет высокотехнологичная медицинская помощь, а мы просто будем говорить о профилактике и поддержании здорового образа жизни. Насколько я знаю, на прошлой неделе у вас была передача, как раз-таки посвящённая этим вопросам, вопросам общей профилактики, а сегодня на территории Ростовской области проходит массовая акция профилактики, посвящённая Всемирному дню борьбы с инсультом. Поэтому я всех призываю, спасибо, конечно, за вопрос, я всех призываю к стремлению к здоровому образу жизни, к стремлению к сохранению своему здоровью и кому-то начать с этого лозунга, кому-то продолжать, кому-то оставшуюся часть жизни провести под лозунгом «Здоровым быть модно». И это хорошо. Как говорится, предупредить легче, чем потом лечить. Спасибо, доктор. У нас ещё один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, у меня ребёнок теряет сознание. Мы ездили в Константиновку, делали, ну, как до нервопатолога, нам сказали, надо в областную детскую больницу в Ростов. Вот. Ну, я не знаю, как нам, что теперь. При каких обстоятельствах? Наверное, какой-то дополнительной информации дайте, пожалуйста, ещё. При каких обстоятельствах? Почему теряет сознание ребёнок? Сколько лет ребёнок? Да. Ребёнку в феврале будет 5 лет. Я так понимаю, что вы проживаете где-то на территории Константиновского района, не в самом городе Константиновка? Нет, мы проживаем в Большой Орловке. В Мартыновском районе? Да, Мартыновский район. Наблюдаетесь у педиатра в Большой Орловке? Да, да. Вам необходимо взять направление у педиатра из Большой Орловки с теми исследованиями, которые нужны для областной детской больницы. Педиатр и специалисты Мартыновской ЦРБ помогут вам записаться по времени через сайт областной детской больницы на приём к профильному специалисту. Сейчас существует возможность записаться, не выезжая из дома, непосредственно к врачу в областное лечебное учреждение. Это не всегда просто сделать, когда ты это делаешь первый раз, поэтому сейчас нацеленность всех врачей на то, вам в больнице помогут это сделать. Официально записаться на сайт и получить официальное время, когда вас доктор будет ожидать. Соответственно, к этому времени прибыть, ничего не бояться для начала, стремиться к тому, чтобы вылечить своего ребёнка, помочь своему ребёнку прибыть в Ростов и прислушиваться к тем рекомендациям, которые вам дадут областные специалисты. Спасибо, доктор. У нас ещё один звонок. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Марина, 52 года. Вот три месяца, как мне сделали операцию по-женски, всё удалили, все органы. Можно мне прекратить эстрозел пить? Мне всё равно приливы бывают, и сразу жар кидает, и мокрое становлюсь, и потею. Они мне, наверное, не помогают или нет. И ещё вопрос, пожалуйста. Внуку 13 лет. Мы проверили с врача, урологу всё, анализы всё нормальные. И он у меня с цикса. Спасибо за звонок. Ну, в общем, вопрос не является, да, относящимся к сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Это просто крик души. Это просто крик души. И, наверное, вот поэтому скажу ещё раз. Давайте мы относиться к посещению врача, к контакту и к общению с врачом, как к необходимому, к должному и к доброму. Вот тогда у нас не будет звонков в прямой эфир с вот такими частностями по поводу приёмов гормонозамещающей терапии. В данном конкретном случае Марине нужно, наверное, всё-таки не на прямой эфир обращаться, а обращаться к врачу-акушеру-гинекологу в женскую консультацию. Не обязательно в данном случае получать консультацию непосредственно от того специалиста, который осуществлял манипуляцию хирургическую. То есть посоветовать, проконсультировать и подобрать терапию может врач-акушер-гинеколог с женской консультацией по месту жительства. То, что касается диуреза у детей, встречаемая патология и не всегда отсутствие выявленной патологии при урологическом исследовании является, скажем так, основанием для того, чтобы говорить, что этого нет. Поэтому это сочетанная патология у деток. И её обследование, её лечение, дифференциальный подход к назначению каких-то препаратов идёт через двух основных специалистов. Это детский невролог и детский уролог. Оба эти специалиста представлены в областной детской больнице. Поэтому здесь, я считаю, необходимо обратиться именно туда. К специалисту по профилю, в общем. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Ещё один звонок у нас. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Леонидовна. У меня такой вопрос к доктору. Я на днях ходила к врачу в свою поликлинику. Поликлиника номер 4. Мне доктор прописал лекарство. Называется лекарство аркоксия. Аркоксия. Не знаю, как правильно ударение ставить. Я сразу зашла в аптеку при поликлинике. И спросила, сколько стоит это лекарство. Мне сказали, 1280 рублей, пожалуйста, берите. У меня с собой не было таких денег. И я поехала домой. А с дома послала сына купить это лекарство в аптеке. Я живу на Вятской. Вятская, 55, аптека. Он пошел, приносит мне лекарство за 420 рублей. Так вот у меня такой вопрос. Кто-нибудь занимается аптеками при поликлинике? В три раза дороже это лекарство. Почему? Спасибо за звонок. Опять же, этот вопрос не является той самой сферой, о которой мы говорим. Это не высокотехнологичная помощь. В общем, вопрос это не к нашему специалисту совсем. Потому что ценообразованием в аптеках, в общем-то, занимаются не врачи, не специалисты, которые принимают вас в больнице. Я так понимаю, что у пациентки вопрос по поводу, вот она озвучивает это как аптека при поликлинике. Я хочу оговориться, что все аптечные учреждения, находящиеся на территориях лечебных учреждений, к ним не имеют никакого отношения. Это просто арендаторы. Это арендаторы. Спасибо за ответ. Давайте вернемся к высокотехнологической помощи. И поговорим о таком вот сейчас, наверное, востребованном моменте, как ЭКО. Для многих это вот надежда. Надежда и вообще свет в окне. Это является, да, как раз-таки высокотехнологичной помощью. Как получить направление на бесплатное ЭКО? Это мало того, что является высокотехнологичной медицинской помощью. Вы совершенно верно сказали, это является очень социально, как мы сейчас понимаем, значимой для многих наших пациентов проблемой. Ну, в общем, да, потому что сейчас, к счастью, большое количество женщин получили возможность иметь ребенка, и многие хотят. Те, кто раньше были обречены, в общем. Несколько видов ЭКО существует. Они также распределены на базовый и второй раздел. Базовый получается по полюсу ОМС. Можно получить и по полюсу? И по полюсу, и за счет федерального финансирования. На сайте Минздрава создан специальный раздел записи на получение данного вида помощи. Единственное, необходимо оговориться, что сама процедура ЭКО, она четко регламентирована по астрономическому году и по времени тех подсадок, которые могут быть сделаны. Это не бесконечно длительный процесс, ежемесячный. И в год таких подсадок может быть не более трех. Вот здесь, конечно, ограничение. То есть, если была первая попытка, и она неудачная, это не значит, что женщине показано это сделать через месяц. То есть, существуют медицинские противопоказания для повторного ЭКО. Это когда мы говорим о женском факторе бесплодия. Это вот тот раздел, который оказывается по полюсу ОМС. Когда мы говорим о сочетанном факторе, это федеральное лечебное учреждение, направляем туда. Спасибо, доктор. У нас еще один звонок в студии. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, да. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Татьяна. У меня вопрос по поводу обозрения высокотехнологичной помощи. Это очень хорошо. В общем, у меня заболевание... Аневризма подключичной артерии. И я хотел бы... Я уже был в Ростове, я сам в области, в Горгонске. Хотел бы полечить. У меня есть направление, мне показали, что мне оно требуется. И там просто мне попадало показания по почкам. Чтобы просветить, нужно с контрастом это сделать. А у меня противопоказания по почкам. Могу ли это в Ростове по назначению какого-то врача областного или своего? Потому что без этого обследования... Без этого обследования мне ничего никто не будет делать. И как бы стоит ли вообще обращаться за высокотехнологичной помощью? Потому что есть противопоказания. Извините, вас как зовут? Сергей, мне зовут. Сергей. Кто определил, что у вас есть противопоказания со стороны мочевыделительной системы для проведения рентген-исследований с контрастом? Ну, оно есть у меня и определили как бы по выписке по... Кто определил, не услышал? В первой областной у вас в полиции. Если специалист первой областной клинической больницы определил, что у вас есть показания для проведения каких-то диагностических исследований, значит, данное диагностическое исследование должно быть либо заменено на другое, либо при его невозможности замены у вас должно быть проведено соответствующее подготовительное лечение мочевыделительной системы с последующим плановым выполнением всех необходимых вам исследований. По этому вопросу необходимо обратиться вот как раз-таки к тому специалисту, я так понимаю, что вы были у сосудистого хирурга? Да, звонка уже нет, но скорее всего, да. Поэтому обратиться к сосудистому хирургу вот с теми заключениями, которые предоставили врачи параклинического раздела, то есть те врачи, которые занимаются как раз-таки проведением диагностики, и посоветоваться, что необходимо сделать в данном случае. Но то, что получать помощь и необходимо ее сделать, это однозначно, но под контролем врача. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Последний звонок, ни на минуту, видите, наши телезрители не оставляют без тем для разговора. Это хорошо, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Год назад, уже даже больше года назад, к нам приезжала в область ростовский врач областной, ЛОР. С ребенком меня назначили к сурдологу, но так получилось, что я направление не взяла. Смогу ли я сейчас взять направление у своего врача, или нужно снова проходить обследование, чтобы взять направление? Что мне для этого нужно? Если при направлении к сурдологу вам выполнялись какие-то исследования, которые имеют срок давности, то, конечно, вам их нужно обновить. Если направление осуществлялось после приема и после консультации врача, которое обозначено в истории развития ребенка, то по предыдущей консультации вы можете у педиатра по месту жительства в своем районе получить направление в областную детскую больницу. Татьяна Николаевна, телезрительница позвонила нам и задает следующий вопрос. Любовь из Татсинского района она. Ситуация следующая. Два года назад у нее начались приступы. Она теряет сознание, у нее сводят челюсти. Она прошла ряд исследований. МРТ, которая не выявила никаких причин, как она считает, для таких приступов, была на приеме у невролога, сдала анализы. В чем может быть причина? Где искать ей корень своей проблемы? Ну, очень трудно что-либо сказать. Не видя пациента, конечно же, так нельзя лечить и так нельзя ставить диагноз. Скорее всего, необходим осмотр еще с профильными врачами, специалистами совместный. С неврологом? Я бы порекомендовала обратиться данной пациентке в эпилептологический центр областного клинического центра, АКДЦ, клиника диагностического центра на Пушкинской. Если есть какие-то контакты этой пациентки, я готова связаться с пациенткой и рассказать уже непосредственно в беседе, каким образом и как получить направление, куда необходимо обратиться и какой вид помощи ей будет оказаться. Ну, к счастью, контакты у нас есть. Спасибо большое. У нас сегодня была интересная и содержательная беседа. К сожалению, она подходит к концу. Нам пора прощаться. Напомню, у нас в гостях сегодня была Татьяна Николаевна Коваленко, заместитель начальника управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Ростовской области. Оставайтесь с нами. Мы увидимся ровно через неделю. И у нас будет доктор, который будет заниматься вопросами именно деток. Вот все, кто хотел сегодня что-то спросить про детей, запомните, в следующую субботу у нас детский пульмонолог и аллерголог Мария Михайловна Чапурная. Так что ждем ваших звонков. Следите за нашими эфирами. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, за содержательную беседу. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Буквально через недолго, непродолжительное время, в 11 часов 30 минут, в прямом эфире выйдет программа «Первые лица» на Дону, и гостем ее станет, прошу прощения, главный полицейский Дона Андрей Ларионов. Он ответит на все ваши вопросы. Ждем их в прямом эфире по телефону 8 800 500 8 6 4 2 или 200 ровно 25 15. Всего доброго, увидимся через неделю. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Субтитры подогнал «Симон»